Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! И мы продолжаем играть в ферму. У нас идёт дождь, унылая погода, вот такая, знаете, осенняя, она в реальной жизни уже достала, просто вот невозможно. Я не знаю, когда на ютубе эти ролики будут, может уже зимой, но я снимаю осенью, и вот эта вот унылая херня достала реально. Ладно, давайте не будем о грустном. Значит, смотрите, что у нас происходит. У нас созрел кофе на 44-м поле, у нас также созрел кофе на 45-м поле, и у нас созрел овёс на 40-м поле. Но 40-ое поле, это не моё поле, но я его хочу. А что там, кстати, у нас со вспашками всякими, ничего никто не знает, понятно. Вроде ничего не надо. Так вот, знаете что? У нас с прошлого раза ещё остался рис и клюква. Они, конечно, не сильно дорогие, но, друзья, я предлагаю их сейчас продать и на вырученные деньги. Если, конечно, хватит. Купить 40-ое поле. А потом представьте, если мы все вот эти три поля будем засаживать коноплю или кофе, сколько же у нас будет охрененного дохода. Классно же. Поэтому, друзья, давайте продадим рис и клюкву. Рис у нас на порт Фитджеральд, клюква у нас на порт Вашингтон. Всё, в общем-то, понятно. А, я что-то удобрениями занимался. Знаете, сколько у нас удобрений ещё осталось? У нас тут вода закончилась, чёрт. У нас уже так много удобрений. У нас уже миллион удобрений. Ещё у нас есть дохренище ила. Миллион триста. А, кстати, раз пошёл дождик, да, я тут всё мечусь и не знаю, что вам показывать. Так вот, у нас полностью вообще забито это озеро. То есть, воды сейчас дохренище. На самом деле, дожди сейчас будут идти часто. Я смотрел прогноз погоды. За перемотку времени, пока зрел кофе, это второй дождь уже, если что. Вот, соответственно, ила здесь много и, ну, видимо, воду сюда возить больше не придётся. Так вот, что я хотел? Я хотел продать. Продать хотел. Да. Клюква у нас на порт Фитджеральд. Нет, это рис у нас на порт Фитджеральд. А клюква на порт Вашингтон. Клюква у нас 290 кубов. И это семь поездок для нашего вот этого любимого товарища. Почему любимого? Без понятия. Но вообще, Джесси Бишка, конечно же, рулит. Порт Вашингтон. Клюква 7 раз погнал. Единственное, конечно, последняя ходка у него будет коротенькой. Неполный прицеп. Чтобы он нормально там уехал, мы ему вот так вот, скажем, сделать. Далее. Сколько у нас? 310 кубов риса. А где? А, наш ман. Наш ман вот здесь. Этому товарищу надо будет 6 раз съездить, но ему ездить чуть дальше. Но, с другой стороны, ему... Он ездит быстрее намного. Поэтому, куда ты поехал, друг? Чёрт. И он ещё и застрял. Ну, ты умудрился застрять. Ну, вот вообще. Всё нормально, я выбрался. Да. Здесь просто встречка была, и он, короче, не захотел там ехать. Вот отсюда он поедет. И то же самое. Ему ставим отвозить 10%. Погнал. Также, друзья, водичка у нас за полу закончилась в этом, в семенах, как обычно. 6 раз. Погнал. Ну и да. Самое главное. 40-ое поле у нас будет стоить 636 тысяч. Я надеюсь, что мы с этого урожая поднимем денег столько, сколько надо. Короче, пускай ребятушки развлекаются. А мы с вами встретимся чуть попозже, когда они всё продадут. Значит, ребята, грустная история. Мы всё продали. Трактора и ман сейчас вернётся на базу. И у нас всё равно не хватает денег. 437 тысяч. 182 тысячи мы всего заработали на продаже этого урожая. Это прям очень грустно. И самое главное, что нам по факту больше нечего продать, чтобы заработать ещё 600 тысяч. Да, я ещё взял контракт на удобрение 11-го поля. За него мы получим в районе 30-ки. Тут вот сейчас трактор ездит, удобряет. Но будет 470 на балансе. Но это всё равно не 600. Мы можем ещё продать ил. У нас его 1 300 000. Но по цене ила нужно продавать ещё... Практически весь его нужно продавать. Он прям копейки стоит. У нас дохренища удобрений, но удобрения у нас продаются на других островах. Это вообще не вариант его продавать. Щипа тоже не вариант. Я даже посмотрел, друзья, есть ли у нас какая-то ненужная техника. И у нас есть культиватор. Но и он, падла, стоит копейки 27 тысяч всего. Но пускай будет там... Но даже если 35, если мы его отвезём на базу, точнее на магазин, всё равно 100 тысяч будет не хватать. Так, первый трактор вернулся. Исходя из всего вышеперечисленного, есть два варианта. Первое – это взять кредит. А второе – это пока не покупать поле. И так как я очень не люблю кредиты, то мы останавливаемся на втором варианте. А значит, друзья, мотаем время. Дождь закончится только через 5 часов. Поэтому встречаемся, когда закончится, собственно, дождь. Вот есть же жирненькие контракты, но это всё тюковка. И так не хочется этим заниматься. От слова совсем. А вот и прошло, кстати, те 5 часов. И посмотрите, как много у нас денег. Если вдруг кому не видно, у нас 3,5 миллиона. И знаете откуда? Я просто решил проверить, сколько нам дадут кредита. Оказывается, 3 миллиона максимум. Я на самом деле жалею, что мне пришла в голову эта упорылишая идея. Потому что я миллион раз клацал, чтобы его взять. И сейчас мне предстоит его точно так же вернуть. То есть, чтобы взять, надо 600 раз было нажать на пробел. Сейчас мне, соответственно, надо будет 600 раз нажать на кнопку «уплатить». Это «бэкспейс». То есть, просто 1200 нажатий по клавиатуре. А всё зачем? Это, знаете, мозгов, друзья, у меня нету. Но вот есть идея. Можно, кстати, это сделать намного быстрее, если одной рукой тыкать по клавиатуре, а второй по геймпаду. То есть, вы понимаете, какой хернёй я занимаюсь, да? Периодически так и бывает. Знаете, рука даже устает. Вот серьёзно. Вот забивается рука просто. Потому что, когда ты занимаешься хернёй, оно всегда так. Но вообще, к чему я это всё говорил? Во-первых, у нас есть контракт. И он завершён. 35 тысяч честно заработанное мы забираем. Тут больше ничего интересного такого нету. И с учётом того, что я не выплатил весь кредит, то есть ещё 135 тысяч осталось, мы можем позволить себе 40-ое поле. Да, я не люблю... А, 636 тысяч она стоит. То есть, малое. Много я отдал. Ну всё, друзья, добро пожаловать в долговую яму. Возьмём ещё, знаете, наверное, лишних 5 тысяч. Потому что техника, когда будет работать, ей надо будет чиниться. А если не будет на это денег, то будут проблемы. Покупаем новое поле. Извините за кредит. Я не люблю. Хотя слушайте, у меня есть идея. Идея прям хорошая. Но у нас есть озеро, которое нам сейчас не надо. Оно же действительно нам сейчас не надо. Ила мы набрали. Давайте его продадим. За 429 тысяч. И вернём весь кредит. Почему у меня так много денег? Почему мне прилетело столько денег? У меня, конечно, есть одна теория. Сейчас оттуда, скорее всего, пропала вода и пропал Ил. Нет, Ил не пропал. Но вода пропала. Но не могла же вода продаться за такое большое количество денег. Проданный участок 429 тысяч. Покупка участка 636. Логично. Есть за полтора миллиона другое. Что это другое? Вода, скорее всего, продалась. По-другому я не могу. Но вода, зачем её продавать? Это же пруд. То есть мы сейчас можем обратно его купить. Твою мать, я ничего не понимаю. Ну ладно, в любом случае, у нас есть ещё вот это вот поле. И, друзья, раз пошла такая пьянка. Боже мой, здесь тростник. Здесь соевые бобы. А здесь морковь. Ещё хуже, чем тростник. Или не хуже, не знаю. Ладно, друзья. Что-то я... На самом деле у меня сейчас, смотрите, уже пол второго ночи. Пол первого, извините. Мне не варит голова. И в мои планы вот эти вот полтора лишних миллиона абсолютно не входили. И поэтому я сейчас нахожусь в некотором недоумении. Значится, что мы делаем? Завтра утром на работе я запущу уборку вот этих вот полей. Мы это всё свезём на склад. И тогда встретимся. И надеюсь, что на свежую голову мы что-нибудь придумаем. И удобрялка приехала на парковку. Короче говоря, встречаемся после уборки. И думаем, что делать дальше. Ну что ж, друзья, у нас на часах 6 часов вечера. И закончилась уборка наших полей. Вроде как довольно быстро даже это случилось. Мы собрали, опять-таки, как в старые добрые времена, 900 кубов кофе. А также у нас есть 125 кубов овса. Соответственно, что мы делаем с этим овсом? Мы его пускаем на выработку семян. Да, кстати, идёт посев конопли на все поля. Сороковое поле уже посев закончен. И тут нужна известь. Да, на всех полях нужна известь. Ничего не поделаешь. Погнали, давайте сделаем. Сделаем. В смысле, перевезём, да. Овёс в это самое хреновину для семян. Сколько туда влезет? Собрали мы 126 кубов. Ничего, нормально. Семена у нас пока есть. Ещё 400 кубов семян осталось. Хотя семян мы тратим довольно много. Поехали, всё это дело отвезём. Так, только не в удобрение, а в семена. Я отсюда забрал все семена. Отвёз их на базу, которые 100 кубов здесь лежали. Знаю, что надо будет освободить место. Выгружаем. Вообще, на самом деле, можно пока что один прицеп и хватит. И давайте посмотрим, что у нас тут с удобрениями. С удобрениями всё в порядке. Ну, а сейчас, друзья, нам надо продать наш кофе. Посмотрим, где он продаётся дороже всего. Порт Фитджеральд 1134. Отличная цена. Значит, ты у нас едешь продавать это всё дело на Порт Фитджеральд. И везёшь ты туда кофе. Едешь ты 8 раз. Погнал, друг. После того, как он 8 раз съездит, он припаркуется на своё место. Так и задумано. А также, друзья, с такой же целью мы отправляем GCB-шку. Те же самые 8 раз на Порт Фитджеральд. И тоже везёшь кофе. Стынь, погнал. Топлива тебе должно хватить. А также, друзья, мы отправим вот этого товарища. Тоже самое на Порт Фитджеральд. Тоже возить кофе. И тоже 8 раз. Именно 8 поездок им нужно сделать всем вместе, чтобы отвезти весь урожай. Также, друзья, кстати, у нас на балансе 1,8 миллиона. Как я уже говорил, что-то не то случилось с водой. Почему-то вода у нас продалась вместе с озером. Я, в общем-то, холодной головой подумал, эти деньги, друзья, надо вернуть. Они заработаны нечестным, скажем так, способом. Может быть, кто-то, конечно, со мной будет не согласен. Но мы эти деньги, друзья, возвращаем. Минус 1,555,451. Мне кажется, так будет честно и интереснее. Хотя они, конечно же, нам не повредили бы. В общем-то, наши вот эти вот друзья, товарищи, отправляются кататься. 8 раз съездить, это, конечно, надолго. Поле у нас сеется. Наверное, мы с вами встретимся на закате, подведем итоги, что у нас по деньгам на самом деле выходит. Как раз, может быть, посев к тому времени завершится. Итак, друзья. В общем-то, уже больше половины перевезено. Им еще 4 раза надо съездить. И они получаются... А, ну да, половина получается, да. У нас на балансе 794 тысячи. Я просто хочу, друзья, пойти спать. Завтра за кадром у меня все это дело доделается. Значит, за кадром что будет? Вот это вот поле досеется. Плюс засеется еще 45-е поле. Ждем, пока оно созреет. Плюс докатаются вот эти товарищи, продадут кофе. Ну и, как обычно, вот эти вот производства. Я за ними потихонечку здесь слежу. И перевожу все на склад. Кстати, сколько у нас вот удобрений уже? У нас уже миллион 45 тысяч литров удобрений. Вот. В следующей серии у нас, соответственно, уборка канолы. Причем уже не двух полей, а трех. И заработаем мы с них прям очень дохренища денег. Ну и, в общем-то, друзья, у меня тогда на этом сегодня все. Серия, наверное, получилась коротенькой. Но ничего страшного. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Лайкусики ставить тоже не забываем. Комментарии какие-нибудь пишите. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Ссылочка на спонсорство на Boosty есть в описании. Если что, там, возможно, даже уже второй сезон пошел. Все серии выходят по мере съемки. То есть, вот видите, у меня в правом верхнем углу четверг, 13 октября. Значит, где-то числа 14-15 октября эта серия уже появилась на Boosty. Вот, примерно так это работает. Так что, вот, да, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok